Всем привет! С вами Магомедов Сергей и как всегда еженедельный обзор рынка от компании Life Investing Group. По традиции начинаем с индексов валюты и нефти. Индекс московской биржи на прошлой неделе снижался на заявлении немецких специалистов об отравлении Навального ядом, входящих в группу «Новичок». Индекс потерял за неделю почти 2%. Индекс S&P 500 установил напротив новый максимум – 3595 пункта, после чего снизился на 173 пункта и закрылся на прошлой неделе по 3417 пунктов. Доллар снова дорожает. Фьючерсный контракт на пару доллар-рубль на прошлой неделе поднялся до отметки в 75963 рубля. Бренд, напротив, теряет стоимости и в минувшую пятницу цена фьючерсного контракта на закрытие торгов составила 42 доллара 34 цента. Теперь давайте быстренько пробежимся по предстоящим событиям среди компаний. В понедельник пройдет закрытие реестра для участия в собраниях акционеров у Химпром, МТС, Новотек и Фосакра. Финансовые результаты объявят Сбербанк и Полюс Золота. Глобал Трак последний день торгуется с дивидендами. Во вторник у Глобал Транс и Северсталь пройдет закрытие реестра дивидендов. У Глобал Трак будет отсечка по дивидендам, а группа ЛСР проведет закрытие реестра для участия во внеочередном общем собрании акционеров. В среду последний день с дивидендами торгуется русская аквакультура. В четверг свои операционные и финансовые результаты объявят ГК Петропавловск, Черкизова и Алроса. В пятницу Москбиржа проведет роуд-шоу по итогам 6 месяцев. У Русской аквакультуры будет отсечка по дивидендам, ММК и Аэрофлот проведут неочередные общие собрания акционеров. Далее посмотрим на лидеров роста и падения. Лидерами роста по итогам прошедшей недели стали группа компаний ПИК, НЛМК, Новотек, Нарникель и группа ЛСР. Посмотрим на их графики. Акции группы ПИК обновили свой максимум и продемонстрировали рост на 7,1%. Цена акций НЛМК находится в восходящем тренде. На прошлой неделе цена сделала ретест пробитого ранее уровня. Рост по итогам недели составил 3,2%. У Новотека ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка в районе 1235 рублей. Норникель все еще торгуется в рамках сформировавшегося кленовидного треугольника. Цена акций группы ЛСР находится в восходящем тренде и постепенно восстанавливается от мартовского падения. Рост за неделю составил 2,2%. Ближайшим уровнем сопротивления, который можно увидеть на недельном графике, выступает зона в районе 925 рублей. В лидерах падения у нас попали Лукойл, Полиметалл, Сургутнефтегаз, Полюсзолото и Детский мир. Посмотрим на графики и этих компаний. Российский дивидендный аристократ Лукойл, возможно, будет вынужден сократить дивиденды, несмотря на положительный свободный денежный поток. Акции за минувшую неделю потеряли 5% стоимости. Акции Полиметалл на прошлой неделе подешевели на 5,8%. Сургутнефтегаз так и не смог полностью восстановиться от мартовского падения. Цена демонстрирует нам нисходящий тренд. За неделю акции подешевели на 5,8%. Цена Полюсзолото дважды заходила на обновление очередного максимума и на прошлой неделе откатила назад на 6,3%. Детский мир после установления нового максимума по 126,24 руб. потерял в стоимости 9,5%. В настоящее время цена легла на линию восходящего тренда. Теперь перейдем к событиям, которые нас ждут в мире экономики на этой неделе. В понедельник в США выходной будут праздновать День труда. В среду узнаем краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей и число открытых вакансий на рынке труда. В четверг нас ждет блок статистики по еврозоне. А именно, узнаем ставку по депозитным средствам и моржевого кредитования, прослушаем заявление по монетарной политике ЕЦБ, узнаем решение по процентной ставке и сможем увидеть пресс-конференцию ЕЦБ. Помимо этого, также будет статистика по США. Это число первичных заявок на получение пособий по безработице, индекс цен производителей и запасы сырой нефти. В пятницу сможем узнать базовый индекс потребительских цен. В заключении топы за прошедшую неделю. На площадке акций первое место 157 870 рублей, второе место 67 278 рублей и третье место 37 980 рублей. По площадке фьючерсов первое место 263 348 рублей, второе место 131 620 рублей и третье место 44 712 рублей. Напоминаю, что ежедневно вы можете присутствовать на открытых мастер-классах, проводимых на нашем канале в YouTube, а также участвовать в прямых трансляциях в группе Discord. Актуальное расписание трансляций и мастер-классов вы всегда сможете найти на наших страницах в социальных сетях. Все ссылки будут под описанием в этом видео. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на нас в Instagram, в группе ВКонтакте и на канале YouTube. Всем пока!